Зеленый, зеленый и зеленый. Одинаковый цвет для всех типов мусора. Эдакая общая куча. При этом уже в следующем году, если бизнес и власть договорятся, то эти контейнеры перекрасятся в желтый для утилизации отходов и серый для их сброса. В этом случае сортировка мусора начнется уже в квартирах. Дома придется иметь как минимум три пакета, в том числе и для пластиковой тары. Если предприниматели загорятся идеей мусорного бизнеса, то добавятся контейнеры для бумаги и стекла. Немножко будет сложно, я считаю, в отдельные мусорные пакеты бросать не мусор. Ну, надо, наверное, привыкать потихоньку, жить человеческим. Поэтому стоит попробовать. Молодежь, наверное, все-таки не будет, потому что им не то, что затруднительно, немножко лень. Попробовали и получилось со сбором пластика. Только в этом году с помощью сетчатых контейнеров со столицы вывезено 140 тонн пластика. А это, между прочим, 40 железнодорожных вагонов. Внедрение сбора остальных видов отходов осложняется, к сожалению, тем, что в России в целом очень мало перерабатывающих предприятий, которые перерабатывают или пути сырье. Помощь павильону по сбору вторсырья. Так мусор можно превратить в деньги. Селективный сбор реализуется и в торговых центрах, и госучреждениях. Меньше чем за два года в третье двору в Казани на сегодняшний день организован сбор вторсырья. В решении мусорной проблемы ход за предпринимателями. Сейчас идут работы над привлечением инвестиций в селекционный сбор отходов. Салават Мухаммадолин, Амир Залишев, ТНВ, Казань.